Открытый телеканал представляет Пишет нам истина. Истина это, не пугайтесь, это как бы имя человека, аватар такой, истина. Вот она пишет, утверждает, каббала это мистическое течение в иудаизме. По сути, это способ читать и понимать Тору. В ее основе лежит представление о том, что текст Торы можно интерпретировать на четырех разных уровнях, высший из которых как раз и раскрывается посредством особенных мистических практик. Вот она спрашивает, получается, каббала мистика, а не истина? Что за глупости? Ни одного слова правды я не слышал сейчас. Каббала это свод законов природы. Просто-напросто. Которые мы должны соблюдать, если мы желаем жить в органическом соединении с природой. Тогда вот чуть-чуть раскройте это. Вот раз уж мы начали говорить, что такое свод законов, что такое природа? Есть природа. Так. Что вы под словами? Все существующее. Включая людей, включая всех. И все. Наш мир, наши миры и галактики, не знаю что. Вообще все, что мы можем себе представить. Это все представляет собой одно единое целое, которое существует с помощью взаимосвязанных сил. Вот эти взаимосвязанные силы исследует Каббала и объясняет нам, что только лишь выполнением общего закона природы, общей взаимосвязи между всеми частями природы, мы сможем понять, осознать, почувствовать и существовать в этой природе. Если мы не будем достигать желания постичь эту природу, то она нас будет постепенно-постепенно низвергать из себя. И в итоге мы все равно будем вынуждены принять ее интегральный закон, как общий закон всего существующего. Вот вы сейчас все время говорите об одном законе, который правит этой всей природой и нами. Что это за закон? Этот закон называется Творец. Что под этим словом? То есть существует сила, которая содержит в себе все части Вселенной на любом уровне, неживое, растительное, животное, человеческие и другие, которые мы еще не знаем. Мы их называем, может быть, мистическими, неважно. Но все эти уровни, они существуют, взаимодействуют, взаимозависимы друг от друга. То есть, получается, мы находимся внутри Творца, внутри этого закона? Конечно, внутри Творца. И мы обязаны подчиняться этому всему закону. Из всех известных нам форм жизни, мы единственная форма жизни, которая осознает себя и осознает в чем-то наличие Творца, своего источника, корня. И наша задача в нашем существовании – это прийти к состоянию, когда мы раскрываем этот общий источник и начинаем существовать в соответствии с ним, по его законам. То есть, мы пока не соответствуем закону, внутри которого мы находимся? Нет. Мы специально такими созданы. Боратья Церара. Я создал зло. Да. Специально так созданы для того, чтобы осознать, что Творец, Он противоположен нам, и что наша единственная задача, возможность – это прийти к подобию Ему. Что является чем? Что является свойством любви, связи всех частей Творения, природы между собой. То есть, получается так, что Каббала – это наука, которая приводит человека к соответствию этому закону? Да. То есть, к познанию этого закона и соответствию ему? Да.